МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из прошлого здесь сохранится разве что название кинотеатр «Горняк» – это история города. Все остальное в ближайшее время изменится до неузнаваемости. Внутри здания полным ходом идет капитальный ремонт. Это будет досуговый центр, в котором можно будет отдохнуть, посмотреть кино, провести время с детьми, близкими и друзьями. В обновленном здании будут работать два зрительных зала, оснащенными современным цифровым оборудованием, поддерживающим форматы 3D и 5D. Что касается зрительных залов, общее количество в большом зале. Порядка до 140, то есть это будет все зависеть от размера кресел, и второй зал маленький будет ориентировочно на 40 мест. То есть это будут 3D, пленочные фильмы, то есть старые, которые еще до сих пор пока выпускаются. Реконструкция здания обойдется в несколько миллионов рублей. Средства в ремонт кинотеатр вкладывают инвесторы. Строители максимально используют рабочее время, чтобы уложиться в срок и сдать объект. Ориентировочно планируется запуск перед Новым годом, но в связи с тем, что есть определенные проблемы с подрядчиками, в том числе время оттягивается временами. То есть гарантирую, что да, точно. Но стараемся, все, что можно, делаем. В планах со временем благоустроить прилегающую к досуговому центру территорию, установить фонтан, сделать парковку для автомобилей и даже детские площадки для отдыха и развлечений. Одним словом, все для семейного отдыха. Издательство «Китап» выпустило сборник произведений 46 авторов под названием «Преодоление». Поэты и писатели, чьи произведения вошли в сборник, люди с ограниченными возможностями, некоторые из них десятилетиями находятся в инвалидных креслах. На презентации сборника, который состоялся в библиотеке, филиал номер 3, побывала наша съемочная группа. Емкое слово «Преодоление». За ним боль и слезы, и горесть сомнения, тело недвижного сопротивления, побед над собой дорогие мгновения. Эти строки из стихотворения Виктора Уразбаева. Стихотворение называется «Преодоление». Такое же символическое название носит сборник, который недавно выпустило издательство «Китап». В него вошли произведения четырех авторов – поэтов и прозаиков, проживающих Кумертау. Всего в книге опубликованы стихи и проза 46 авторов со всей республики. Все они люди с ограниченными возможностями. Произведения, вошедшие в сборник, опубликованы на трех языках – башкирском, русском и татарском. Результат превзошел, мои ожидания. Потому что, когда я стала собирать эти рукописи, это было такое наслаждение. Я понимала, что они сто очков вперед могут дать многим членам, официальным членам Союза писателей. Это было вот такое наслаждение. И я так рада, что я это все-таки довела до конца. Идея собрать все произведения в один сборник пришла Фатиме Галиевой. Больше семи лет эта женщина возглавляла в Кумертау общество инвалидов. Она, как никто, знает все проблемы людей с ограниченными возможностями. А за столько лет общения смогла познакомиться с творчеством и талантом многих из них. По мнению автора, составителя сборника «Преодоление», эта книга сегодня больше нужна физически здоровым читателям. Это нужно, может быть, в первую очередь даже здоровым, даже больше. Эти люди уже себя нашли. А вот те, кто в вечных нычит и жалуются на что-то, вот они должны посмотреть. Правда, я не включила биографии, а биографии уникальные. Тут около десяти лежачих колясочников. Здоровые их никогда не увидели, скажем так. Пусть они сами догадываются, кто что написал. У авторов, которые презентовали сегодня свой сборник, была возможность самим рассказать о написанных ими произведениях. И, как выяснилось, все они, стихи и проза, носят очень позитивный характер, жизнеутверждающий. А мысли, которые высказывают авторы, светлые и жизнерадостные. Как, впрочем, и сами авторы, несмотря на проблемы и трудности, с которыми этим людям приходится в жизни сталкиваться. В рамках реализации мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего образования в республике и оптимизации образовательного процесса из федерального бюджета выделены средства на приобретение школьного автобуса. Новый автобус рассчитан на 22 посадочных места и предназначен для безопасной перевозки детей. В автопарке управление образованием пополнением. Новенький автобус «Бежубоксер» на днях прибыл из Уфы. Отныне школьники из близлежащих населенных пунктов будут приезжать на занятия на этом автобусе. Он рассчитан на 22 посадочных места. Он очень комфортабельный. Насчет движения тоже очень удобный. Прям удобный. Групп с лотацией и все. Легко на нем ездить. Комфортабельная и встроенная система «ГЛОНАСС» оборудован ремнями безопасности. Если даже один из детей не пристегнется, автобус не поедет. Одним словом, все для безопасности маленьких пассажиров. Если не пристегнется, то автобус уже не поедет. Школьный автобус уже не заведется. Также целью безопасности дверьки не открывается. Если открыть одну из дверей, то автомобиль тоже заглохнет. Дальше он тоже не поедет. Автобус относится к повышенному классу экономичности, так как работает на дизельном топливе. Автомобиль оснащен автономным отоплением салона, внутренним и наружным громкоговорящим устройством. Прибором ограничения максимальной скорости. Максимальная скорость 60 км в час. С большей скоростью он просто не поедет. Средства на приобретение этого автобуса выделены из федерального бюджета в рамках реализации мер по модернизации системы образования республики. В Уфе состоялось подведение итогов 8-го международного фестиваля социальной рекламы «Городская среда». Фестиваль направлен на развитие социальной рекламы как средство распространения информации и формирования убеждений людей. Особенно тронул оргкомитет фестиваля аудиоролик 11-летнего мальчика, ученика 5-го класса школы номер 3 города Кумертау Александра Попова. Несмотря на столь юный возраст в своем аудиообращении, он затронул серьезные и очень важные проблемы, которые стоят перед современным обществом. Спобедительно встретилась наша съемочная группа. Солнце на дворе. А ну-ка в сеном треники сейчас я потянусь. Вот как надо, мужики. Давайте откажемся от вида наркомана. Как от ведоносных ссылок, пометок и спама. Вашу душу спасет только спорт. Вид спорт. Это хорошие потребности. Содь будут болеть мышцы. Это ведь не главное. Утром пробежка регулярная. С этим роликом Саша Попов участвовал и победил на школьной минуте славы. Слава его нашла и на 8-м международном фестивале социальной рекламы «Городская среда». За свою работу «Здоровье – это плюс» Александру достоин диплома и специального приза в номинации «Лучший социальный аудиоролик». Призывал людей к здоровому образу жизни. Я ни про кого именно, про личность не рассказывала. Я рассказывала имена, что нужно делать именно. А что нужно сделать? Вести здоровый образ жизни. Что значит вести здоровый образ жизни? Давай пофантазируем, объясни мне, расскажи. Не курить, не пить, не быть наркоманом. Просто заниматься спортом, вести правильно, жить нормально. По условиям конкурса возраст участника должен быть не менее, чем 14 лет. Саше 11, но его работа так покорила членов жюри, что парня пригласили участвовать, да еще и назвали лучшим. Какие эмоции, какие у тебя чувства были, когда ты узнал, что… Я был рад. Мне весело было. В душе. Несмотря на столь юный возраст, в своем аудиообращении он затронул серьезные и очень важные проблемы, которые стоят перед современным обществом. Девизом фестиваля стал призыв «Присоединяйся», обращенный абсолютно ко всем, кого волнуют острые социальные вопросы, и кто готов поделиться своим взглядом на них. Ребенок, конечно, очень творческий, является активным участником всех школьных и классных мероприятий. Это постоянно поднятая рука на все любые мероприятия. Чувствуется поддержка и, конечно же, родителей. Родители тоже творческие очень люди. Активист и хорошист. Саша Попов занимается спортом, учится в музыкальной школе по классу баяна, сочиняет рэп. Сейчас, как признался нам, у него на подходе еще несколько произведений. Намерен посвятить себя сочинительству. Я сочинять еще хочу. Пока сочинять буду еще. Турник, рывок и цель достигнута. Твоя знаменитость вперед выдвинута. А спорт рэп – это не ВКонтакте Гэп. Так что, люди, занимайтесь спортом активно. Кто не будет заниматься, будет слишком агрессивный. Около двух месяцев прошло с того момента, как в нашем городе появился многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг. В будущем он превратится в региональный центр. Сейчас, пока его услугами пользуются только кумертаутцы. Екатерина Соломатина в продолжении темы. С момента открытия многофункционального центра государственных и муниципальных услуг сюда обратились около 1600 человек. Кто-то оформлял здесь документы, а кто-то консультировался. С завтрашнего дня количество услуг, оказываемых этим учреждением, будет увеличено. На сегодняшний день наш филиал оказывает 72 услуги, в том числе 9 муниципальных. С завтрашнего дня мы внедряем еще 8 услуг федерального и республиканского значения. Услуги, основная масса относится к услугам для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. Но, кроме того, есть две услуги, как выдача и аннулирование охотничьего билета, это для физических лиц. И прием заявления для оформления ортопедической обуви, например, для наших детишек и для взрослых, то есть для людей, не являющихся инвалидами. С 1 января будущего года перечень оказания услуг МФЦ пополнится еще 10 наименованиями. Это будут услуги муниципальные, включая и выдачу справок о составе семьи. Остальные 34 муниципальные услуги будут переданы сюда в июне предстоящего года. На сегодня в многофункциональном центре постоянно работает 9 окон. Для приема посетителей с 8 утра до 8 вечера ежедневно, кроме воскресенья. Для того, чтобы получить здесь услугу, одного паспорта недостаточно, нужны и другие документы. У нас приходили клиенты с паспортом, с просьбой оформить услугу при наличии только паспорта. Я хочу обратиться к гражданам нашего города с просьбой. Я думаю, что любой человек знает, что необходим определенный пакет документов для получения той или иной услуги. И с одним паспортом услугу мы получить не можем. Есть документы личного хранения, которые каждый клиент обязан с собой приносить. Поэтому, если возникают какие-то вопросы по пакету документов, я предлагаю предварительно проконсультироваться по телефону. Как минимум, у человека, обратившегося в МФЦ, должен быть кроме паспорта, ИНН и пенсионное страховое свидетельство. Полным ходом идет подписная кампания на центральные, республиканские и местные издания на первое полугодие 2013 года. Сегодня рынок печатной продукции широк и разнообразен. В то же время, каждое издание уникально по-своему. В самый жаркий период подписной кампании мы побывали в редакции газеты «Ешатыр». О планах и идеях творческого коллектива в следующем материале. Газета «Ешатыр» издается с 2005 года. Это единственная местная газета, которая выходит на башкирском языке. На страницах «Ешатыр» освещаются события, происходящие в нашем городе и в соседнем Куиргазинском районе. Издание готово удовлетворить самые изыскательные запросы читателя. Корреспонденты газеты затрагивают актуальные темы, касающиеся разных сфер. В то же время, особое внимание уделяется проблемным вопросам. В связи с этим поддерживается обратная связь с читателями, которые зачастую и задают тон газете. Наша газета «Ешатыр» всегда была открыта, доступна для всех. Для нас не было никогда запретных тем. Естественно, в рамках российского законодательства мы работаем. Начиная с Кремля, заканчивая муниципальными властями, взят курс на развитие страны в принципах демократии. Поэтому мы свою долю, как мне кажется, вносим в это общее наше дело. В редакции газеты работает 15 человек. Это профессиональная команда талантливых, преданных своему делу людей. Идей у коллектива много. Это развитие электронной версии издания, проведение конкурсов, создание форумов в социальных сетях. Журналисты готовы реализовать их, но этому препятствует ряд проблем. Вот сейчас меня крайне волнует наш сайт, вообще в сети интернет, распространение, развитие нашего издания. Ввиду того, что у нас нет отдельного сотрудника, у нас, надо признаться, прихрамывает эта часть. Эльвира Алла Гулова работает в библиотеке Башкирской гимназии номер 3. Эльвира Хурматова говорит, что на страницах газеты можно найти много полезной и интересной информации. Часто она заходит в редакцию газеты, чтобы пообщаться с журналистами, поделиться своими впечатлениями о тех или иных публикациях. Я использую газету «Юшатыр» для беседы с учащимися, для выставок. И дети с удовольствием листают, каждый день прибегают ко мне в библиотеку. Учителя используют на уроках культуры Башкортостана, на классных часах, потому что в этой газете помещены разные статьи на темы вредных привычек. И не понаслышке знаю, как сельчане ждут с нетерпением и с интересом читают каждый номер газеты, так как здесь можно узнать о жизни замечательных людей нашего города и также нашего района. До конца подписной кампании остался месяц. Выписать любимые издания можно в любом отделении почты. Сложно ли получить бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение для ребенка? Кто имеет право воспользоваться такой возможностью? Ответы на эти вопросы в нашем следующем материале. Дети с ограниченными возможностями здоровья получают путевки на санаторно-курортное лечение через Управление социальной защиты населения. А те, кто состоят на учете в детской поликлинике с различными хроническими заболеваниями или, как часто, болеющие простудными заболеваниями, получают путевки через детскую поликлинику. В санатории ребенок может лечиться уже с трех лет. Для этого есть специальные заезды мать и дитя и заезды по типу круглосуточного детского садика. С 7 до 14 лет дети ездят уже самостоятельно. Бесплатные путевки распределяются только по санаториям Башкортостана. К примеру, с бронхолегочной патологией дети оздоравливаются в санаториях в Мечетлино, в Хайболинского района и Ишимбайского района. С психоневрологической патологией направляют в санаторий у Фимского района, с сердечно-сосудистой патологией в Училинский санаторий. Направление нужно брать у своего участкового педиатра. Мама приходит к участковому педиатру, берет справку о том, что ребенок нуждается в санатории того или иного профиля, и этот ребенок приходит, затем эта мама приходит к заведующим, записывается, встает на очередь. Путевки на санкур лечения детская поликлиника получает через Министерство здравоохранения Республики Башкортостан. Очередь движется достаточно быстро, поясняет нам заместитель главного врача по детству Делара Исинчурина. Так какая очередь у нас есть? Сказать, что она очень большая и не продвигается, мы этого сказать не можем. Почему? На сегодняшний день у нас эта очередь двигается очень быстро. Если сравнить с прошлым годом, в прошлом году мы получили 277 путевок. В этом году мы уже получили 343 путевки. Путевки для детей, нуждающихся в оздоровлении, выделяются бесплатно. Только на заезды мать и дитя компенсируется 10% стоимости путевки. К сожалению, бывают ситуации, когда родители отказываются от путевок по разным причинам, когда подходит их очередь. У меня очень большая просьба к родителям. Я понимаю, ребенок заболел, я понимаю, учится в школе, я понимаю, но если у меня ребенок страдает хроническим заболеванием, и если я как мама заинтересована в том, чтобы мой ребенок был оздоровлен, меня, наверное, не должно заинтересовать время года. Потому что ребенок получает противорецидивное лечение в период ремиссии, это первое. Во-вторых, он получает полный объем лечения в санатории. Все интересующие вопросы по бесплатному санаторно-курортному лечению для детей можно задать как руководству детской поликлиники, так и своим участковым педиатрам. В Кумертау завершился открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе и национальной спортивной борьбе Куреш на призе главы администрации городского округа город Кумертау. На этот раз турнир собрал более 270 борцов из различных городов республики и России. По завершению турнира победители и призеры в своих весовых категориях были награждены дипломами, кубками, памятными медалями и денежными призами. В течение двух дней за ходом соревнований наблюдала наша съемочная группа. Новая семейная поликлинир по греко-римской борьбе и 8 команд по национальной спортивной борьбе Куреш. Спортсмены прибыли из 16 городов республики России. Глава администрации города Борис Беляев обратился к участникам соревнований. В своем обращении к спортсменам он выразил надежду, что собравшиеся сегодня продолжат многолетние традиции борцов и в честных поединках покажут яркую и захватывающую борьбу на радость своим тренерам и болельщикам. Я уверен, что сегодня не будете побеждены. То, что вы к нам приехали, это вы уже победители. А если вы тут проиграете, то у вас будет возможность приехать в следующий раз, и взять ли вас, победить первые, занять первые места. Я поздравляю вас нашим турнирам, желаю вам побед, успехов, всего самого доброго. Праздник вам! В церемонии открытия соревнований принял участие ведущий советник отдела спорта и подготовки резерва Министерства молодежной политики и спорта республики Оскар Латыпов. Он отметил, что у города Кумертау есть все шансы стать городом, в котором станет традицией проводить фестивали спорта. Фестивали, которые объединят несколько видов борьбы. Министерство очень контрактно, потому что город Кумертау в лице главы администрации Беряева Бориса Владимировича нашел вот такую поддержку в развитии спортивных мероприятий. Город Кумертау всегда славился своими спортивными традициями, в череде которых виды борьбы занимали значимое место. История греко-римской борьбы в Кумертау началась в 1955 году и связана с именем замечательного тренера, ветерана спортивного движения Николая Кашникова, который тоже был почетным гостем турнира. По его мнению, греко-римская борьба это самый честный вид борьбы. Европейский вид единоборства, в котором спортсмен должен с помощью определенного арсенала технических действий, приемов, вывести соперника из равновесия и прижать лопатками ковру. В греко-римской борьбе запрещены технические действия ногами, зацепы, подножки, подсечки и захваты ног руками. На самом деле, потому что подножки, зацепы и так далее запрещены. Жизнь показала, что этот вид очень характерен для России. Россия является одним из лидеров в этом виде спорта и всегда была таковой. Основные задачи турнира – это выявление сильнейших спортсменов, популяризация единоборств в городе Кумертау и Республике, формирование сборных команд для участия в республиканских соревнованиях. Эмоции здесь руководили всеми участниками, спортсменами, тренерами и, конечно, болельщиками. На этот раз турнир собрал более 270 борцов. Отличительной особенностью этого турнира от аналогичных соревнований являлось то, что зрители могли наблюдать схватки перспективных молодых спортсменов. Малыши, у них нет боязни проиграть. Если взрослые борются тактически, грамотно, боятся ошибаться, то малыши борются на своем азарте, на своем каком-то подъеме, не боятся ошибиться. Юные спортсмены говорили о том, что поражение на соревнованиях, конечно, огорчает, но все говорили о том, что поражение – это опыт, это возможность проанализировать ошибки и в следующий раз их не допустить. Ну а те, кто на этих соревнованиях победил, охотно делились с нами своими секретами, как добиться успеха. Нужно много заниматься, подтягиваться уметь и отжиматься. Соперник был больше меня, выше, было сложнее бороться, но я победил. В то время, когда в спорткомплексе «Прометея» проходил турнир по греко-римской борьбе, спортзал РПЛИ встречал спортсменов, которые занимаются национальной борьбой «Куреш». В этих состязаниях приняло участие 80 спортсменов из шести районов республики. В последнее время этот вид спорта все больше привлекает мальчишек. Тренеры считают, что условий для занятия сейчас предостаточно, поэтому у кумертауских спортсменов хорошие показатели. Семерный Курлтай Башкир в том году подарил нашему городу два ковра. И глава администрации нашего города тоже лицей подарил в том году ковер. И постоянно, в последние годы, внимание очень даже большое, поэтому и хорошие результаты прошли. Состоявшиеся спортсмены утверждают, побеждать помогает не только хорошая физическая форма, но и сила духа. Без этого удачи в спорте не видать. Характер, силу воли. Здесь надо терпеть. Как бы если ты, не то что физическая сила, физическая сила тоже нужна, но духовный мир тоже важен сильно. Если ты слабый, то терпеть надо. По завершению турнира победители и призеры в своих весовых категориях были награждены дипломами, кубками, памятными медалями и денежными призами. Эти спортсмены, завоевавшие медали, прошли через тяжелые тренировки. Боль, усталость, страх. И вот она, радость победы. Условия хорошие. Ну, мне, конечно, понравилось. И тренеру тоже спасибо. Хорошо, классно очень. Понравилось здесь, красиво. Двухдневные соревнования завершены. Спортсмены уезжают в свои города и районы, чтобы продолжить тренировки и занятия. Через год многие из них вновь вернутся в город спорта Кумертал за новыми победами, а значит, положительными эмоциями. Когда заработает городской каток? Этот вопрос все чаще задают друг другу, работникам стадиона «Шахтер» и нам, любители, покататься на коньках. Екатерина Саламатина узнавала дату открытия. В прошлом году городской каток уже с 25 ноября принимал своих первых посетителей. В этом году его открытие пока задерживается. Виной тому теплая погода, которая не дает сформировать нормальный слой льда. А должен он быть как минимум 5 сантиметров. Для этого необходим определенный температурный режим. Погода не меньше 10 градусов, желательно 15 градусов мороза. Только тогда и будет эффективный заливка льда. И эффективный лед будет. А сколько времени вы уже пытаетесь залить каток? Мы начали заливать каток с 14 ноября. Но погодные условия сами знаете, что не дают полноценной работе. Основные работы по заливке катка специалисты стадиона «Шахтер» стараются проводить либо утром, либо вечером. Когда температура понижается, но этого недостаточно, чтобы завершить работу быстрее. Тем временем жители города интересуют вопрос, когда же откроется каток. Они звонят на стадион и приходят, чтобы воочию убедиться, что пока здесь никто не катается. Именно с этой целью сегодня на каток пришел со своими друзьями и Арсений Бекрёв. Он любит кататься на коньках. Охота быстрее, быстрее, чтобы каток начал работать. Если по урокам много не задают, то каждый день стараюсь, как работает. А так выходные всегда обязательно. Для меня как это, ну как секция, я не знаю, я понимаю, это как подсекция. Сходить на каток обязательно. Или типа выходные для меня пройдут плохо, если я не схожу. Пока работники стадиона с точной датой открытия катка определиться не могут. Все зависит от того, что позволит погода. Открытие катка ожидается 6, 1 декабря, 6 по 15 числа. Это все зависит от погодных условий. Скоро Новый год, праздник, который любят все, особенно ждут его дети. Потому что именно этот праздник полон разных неожиданностей и чудес. К примеру, восторг ребятишек может привести письмо поздравлений от Деда Мороза, главного виновника новогоднего торжества. Получить такой сюрприз, как нам рассказали на городском почтамте, вполне реально. С 15 октября 2012 года у нас стартовала акция «Письмо от Деда Мороза». На каждом отделении почтовой связи города Кумиртау и республики Башкортостан можно на этой услуге воспользоваться. У нас уже традиция 5 лет длится это, что люди заказывают подарки, письма от Деда Мороза, детям дарят сказку. Феорическое выступление на сцене РКМЦ «Дуслык». На неделе наш город посетил академический ансамбль народного танца «Дегейн Альмес». В репертуаре ансамбля собраны самые лучшие народные танцы и хореографические композиции, снискавшие коллективы широкую славу в России и за рубежом. Гастрольная поездки на Альмес готовилась долго и очень серьезно. У нас, в республике, коллективу предстояло принять участие в фестивале «Сердце Евразии». Специально к турне тщательно шлифовалась концертная программа. Хочу отметить, что жители именно вашего города очень такие радушные, тепло очень нас принимали. Вы, может быть, для вас это очень такой южный город, но он для нас очень северный, потому что у нас сейчас 17 градусов, плюсовая здесь, плюсовая температура. Но тем не менее наши горячие танцы, души и теплота ваших зрителей, в принципе, все с большой праздником получился. У нас основное спасибо. И мы также гастролировали в городе Уфе, выступали мы, приняли участие в таком грандиозном фестивале «Сердце Евразии», где принимали участие все ведущие коллективы России. Поэтому мы очень благодарны ансамблю танцев имени Гаскарова, нашим друзьям, которые смогли организовать такой грандиозный праздник. «Сердце Евразии» «Сердце Евразии» Это была последняя новость уходящей недели. Я желаю вам удачного начала новой рабочей недели и до встречи в следующее воскресенье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова